приветствую друзья местор на канале про инвестиции в казахстане сегодня поговорим немного про наш казахский рынок а также именно про основную тему которую мы затронем это компания intel поговорим почему компания intel все же сократила дивиденды насколько сократила какие будут теперь выплаты почему они приняли такое решение в начале как обычно поговорим про наш рынок косе то есть сейчас мы с вами видим на графике что у нас принципе мы уже почти опять вернулись к тому значению которое у нас было ранее то есть феврале скорее всего это связано с тем что например нефть у нас немного сейчас поднялась соответственно акции каждому на газа тоже выросли так как они входят в индекс косе соответственно это и сказалось на том что у нас рынок сейчас начал немного отрастать а еще также две компании которые немного потянули это компания халык банк скорее всего уже инвестор заклад то что скоро будут объявлены дивиденды поэтому многие начали и скупать и следующая компания который тоже входит в индекс косе это банк центных кредит которые уже опять достиг каких-то исторических максимумов то есть а цена закрытия была на уровне 680 тенге то есть это говорит нам о том что наш рынок косе тоже немного отрастает в первую очередь например на том что халык банк у нас может объявить дивиденды а что еще важно то прошла информация что о кастром слову например согласно подсчетам маховых финанса то они ожидают что кастром сою может на выплату дивидендов за 2022 год на против около 16 миллиардов тенге то перерасчете на одну акцию дает 42 тенге соответственно то есть если конечно на выплату будет направлено 81 примерно процента чистой прибыли в принципе дивидендная доходность на текущий момент составляет около семи процентов да конечно не самые щедрые . дивиденды от компании кастром соу к тому же пока рекомендации еще не было соответственно как бы это все расчеты может быть и вообще не заплатит а может быть как прошлом году заплатят там 25 26 тенге такое тоже вполне вероятно поэтому рекомендацию как бы а и целевую цену обычно все понижают хотя сейчас например у нас кастром сою он так где он закрылся у нас по моему отметки где-то видео а вот 625 тенге то есть немного даже подрос на 12 не за вчерашний день поэтому ну здесь как бы я тоже сильно бы не ожидал каких-то больших дивидендов от компании кастром соевым по крайней мере я пока не продаю и не покупаю эту компанию пока еще как бы жду как будет налаживаться потому что они по последним отчетам как бы говорят что они начали отгрузки нефти все больше и больше то есть она наращивают так сказать отгрузки узбекистан германию отправляют то есть ну скорее всего посмотрим как будет сказываться на отчетности компании там уже будем принимать какое-то решение ну а теперь поговорим про компанию intel то есть последние два дня я вот наблюдал что компания intel довольно таки неплохо у нас подросла и сейчас уже закрылась на уровне 32 доллара то есть если посмотреть за неделю то за неделю компании прибавляют почти десять с половиной процентов что является довольно хорошим показателем тоже время другие компании очень мало которые прибавляют принципе есть два три процента вот форт у нас кстати 7 прибавил exxon mobil на фоне растущей нефти тоже прибавил почти 6 процентов за неделю но тем не менее если посмотреть за последний год то компания intel по-прежнему находится в хорошем убытке то есть я напомню что в моменте они торговались акции по-моему там по 50 у нас долларов даже было такое если посмотреть на более длинный график о вода можно будет смотреть что у нас акции даже достигали в нас пике на 67 долларов потом шло снижение снижение снижением то есть многие принципе и удержали из-за дивидендов во феврале компания тоже сказала о том что дивиденды будут сокращены и до прошлый год для инвесторов был не совсем простым особенно для тех кто рассчитывает именно на выплаты дивидендов потому что ухудшение экономических условий привел тому что многие компании просто напросто либо сократили либо вообще приостановили выплаты то есть это говорит о том что выплата дивидендов никогда не является гарантией даже если компания на протяжении там 50 20 лет может выплачивать дивиденды это не говорит о том что она будет всегда это делать вот пример intel да то есть полупроводниковый гигант intel объявил феврале что сократит свои дивиденды на колоссальные 66 процентов сейчас выплата на одну акцию будет 12 с половиной центов квартал разумеется для многих это не стало какой-то неожиданностью поскольку производитель чипов изо всех сил пытается сохранить положительный свободный денежный поток последние кварталы тому же с большими инвестициями в поддержку внутренних мощностей по производству чипов которые обойдутся более чем в 100 миллиардов долларов для intel будет как минимум сложной ситуации продолжать выплачивать именно такие высокие дивиденды которые он ранее платил почти 37 центов он выплачивал в квартал а также откладывать деньги на инициативы роста то есть компания решила заняться так сказать развитием своего бизнеса одной стороны это может показаться довольно таки разумным решением то есть компания сейчас построить два завода которые будут именно работать с сша соответственно они будут производить на внутренний рынок уже а так сказать больше компонентов которые будут увеличивать их выручку а соответственно чистую прибыль а текущий момент дивиденды доходность компании составляет у нас по моему да вот один почти 1 и 6 процента то есть принципе если рассматривать это на пирс с с пи 500 дивиденд доходность примерно находится на уровне с s&p 500 то есть примерно она конкурентоспособны тем не менее стоит учитывать тот факт что если вы покупаете их на кассету с вас автоматически будет удерживаться 30 процентов и соответственно ваши 12 полных центов превратятся в 8 центов на акцию что говорит уже не очень больших дивидендов тем не менее за последние пару дней компания довольно таки неплохо у нас подросла как я и говорил то есть с колен так сказать стало с 25 долларов до 30 2 и для трейдеров мне кажется это довольно таки хороший показатель потому что можно зафиксировать какую-то прибыль но если вы надолго удерживаете эту компанию то еще больше ищите информации ну что например сейчас да там цена прибыль то есть переда составляет уже 16 с половиной то есть раньше если она все время находилась на уровне это 8 10 то сейчас компания по этому показателю довольно таки выросла то есть доход упали почему упали доходы ну потому что спрос на полупроводники не снизился это там и пик когда вот у нас был пик роста двадцать первом году до когда эти компании активно росли сейчас уже они начинают снижаться форвардная кстати тоже у нас довольно таки по высокая то есть ожидают что принципе доходы еще будут падать у компании если посмотреть на рентабельность то рентабельность тоже немного снизилась вау и прибыль кстати довольно таки еще нормально в принципе как бы я никогда не к не рекомендую покупать или продавать или иные бумаги здесь вы решение принимаете абсолютно самим то есть исходя из тех выводов которые вы для себя делаете для чего вы хотите покупать я пока в своем портфеле держу небольшое количество метам там четыре акции всего на самом деле поэтому я продавать их пока не собираюсь потому что но как бы я инвестирую как бы на долгосрок соответственно как бы мне сейчас какой-то убыток фиксировать а нету смысл пока я держу эти бумаги они у меня есть в портфеле пока они просто у меня будут находиться я с ними пока ничего делать не буду потому что к тому же стоит подготовиться что скорее всего а перед тем как компания может дать какой-то новый старт для развития своего бизнеса есть вероятность того что мы еще с вами увидим некоторое снижение то есть все может еще такое произойти ну в общем то что хотелось бы сказать заключение заключение хотелось бы подытожить что наш казахстанский рынок начинает потихонечку отрастать то есть возвращаться на тот же уровень то снижение которое началось феврале то есть видим что сейчас у нас пошли объемы на покупку то есть но так как сейчас начинается именно дивидендный сезон о казахстанским компаниям по многим до который выплачивает раз в год то есть сейчас скорее всего от март-апрель от март-апрель коротки и идет рекомендация по выплате дивидендов также собрание акционеров которые будут одобрять эти дивиденды либо не одобрять и здесь уже как бы на фоне вот этих новостей в будущих которые ожидают может быть кто-то уже знает какую-то информацию нам как бы об этом не скажут также по компании intel до сокращение дивидендов конечно же это не особо радует инвесторов которые именно инвестируют под дивидендной стратегии имеет один из ярких примеров того что компания в любой момент может сократить дивиденд так как было уже с компания тенте поэтому здесь стоит учитывать вот эти все факторы тем не менее мне кажется что компания выбрала правильное направление чтобы развивать свой бизнес не все деньги уходили на выплату дивидендов а сейчас скорее всего будет уже попроще ну на этом у меня все если видео вам интересным и полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи и помните что дорогу оселит идущий